В Серго-Калинском районе произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток. Водитель иномарки не справился с управлением. Наследие мусульманских богословов в Дагестане прошла международная конференция с участием религиозных лидеров, представителей государственной власти и научной интеллигенции из России и стран зарубежья. В Кизелюрте впервые проходит выставка реликвий пророка Мухаммада «Мир ему и благословение». Мероприятие привлекает верующих со всего Дагестана и за его пределами. Шины визжат, земля дрожит. В пригороде Махачкалы впервые прошел чемпионат Дагестана по дрэк-рейсингу. Кто оказался самым быстрым гонщиком, узнаем в спортивном блоке. В Серго-Калинском районе произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток. Инцидент случился на автодороге Аванашимахи-Нижнем Улепке. По данным МВД Дагестана, мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. 13-летний пассажир был госпитализирован с различными травмами. По данному факту проводится проверка. Жители Буйнакска снова жалуются на мусор в общественных местах. В этот раз в микрорайоне «Дружба» на детской площадке бытовые отходы валяются повсюду, что мешает детям играть в комфортных условиях. Запах стоит за километр. Возмущены жители. Однако, по словам субподрядной организации «Родина», распространившееся видео в социальных сетях старое. Территория в настоящий момент очищена от мусора. Вот он, этот двор. Вот это вот все придомовая территория, ее убирает управляющая компания. А вот они, баки. Вот нет, видишь, этого мусора. В основе нравственности лежит стремление к познанию истины и самосовершенствованию. Именно эти принципы объединили на международной конференции более 50 гостей. Среди них религиозные лидеры, представители государственной власти, ученые-богословы и научная интеллигенция. Эксперты обсуждали роль духовности в современном мире. Обсуждались проблемы наследия мусульманского богослова. Были три секции, на которых это все рассматривали. В том числе и в рамках нашей конференции впервые в Дагестане проведен совет по исламскому образованию, куда входят 12 ректоров, которые тоже приняли участие в первый раз здесь. Поэтому программа была очень насыщенная. Мы продолжаем вот эти традиции, которые заложились. И люди чувствуют, что должны эти мероприятия проводить. Каждый человек, независимо от профессии или вероисповедания, должен стремиться гармонично существовать с окружающими. Поддержка духовно-нравственных ценностей и создание общества, где каждый чувствует уважение и понимание, является ключевой задачей, считает советник Муфтия Дагестана Айна Гамзатова. У каждой конфессии своя какая-то каноническая обособленность в том смысле, что никто не может нам исказить наше каноническое представление о своей религии. Это само по себе, это то, что в нашей душе, в нашей вере, в нашем богослужении, в том, что мы совершаем каждый день пять раз намаз и так далее, это все неизменно, незыблемо. По-другому невозможно, по-другому и не бывает на этой земле, тем более в такой многокомиссиональной и межнациональной стране, как Россия, такой республики, как Дагестан, по-другому невозможно. И надо ходить друг к другу в гости, надо поздравлять друг друга, надо иметь добрые, дружеские отношения. Богатое богословское наследие и мирное сосуществование представителей разных конфессий в Дагестане отмечают и в управлении президента России. Это и стало одной из причин проведения конференции. По словам экспертов, наш субъект не только центр исламской культуры, но и пример для всей страны, где религиозные и патриотические ценности тесно переплетены. Конечно, богословы великие прошлого, современности и действующий ныне шейх Ахмат Афанди Абдулаев, видный богослов, прекрасно понимают, что религия никак не мешает любви к родине, не мешает патриотизму. Наоборот, религиозные, духовно-нравственные ценности, они тесно связаны с патриотизмом. Не зря вот в исламе есть принцип альватания, принцип патриотизма, принцип любви к своей родине. Конференция завершилась принятием резолюции, направленной на укрепление мира и сохранение духовных ценностей в современном обществе. Независимо от религиозной принадлежности, стремления к гармонии, добру и взаимопониманию, остается основой устойчивого и мирного общества. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Шамиль Хирея Сулаев, новости ННТ, Махачкала. Россия гордится успехами дагестанских аграриев. В средней школе Сила Чапаевская Новолагского района состоялось открытие агрокласса. Это способ увлечь живущих в селе детей работой, показать им, что для того, чтобы стать успешным, не нужно уезжать из родных мест, а можно заниматься предпринимательством в селе. Ребята знакомятся с технологиями и ведением хозяйства, что в свою очередь может принести хороший доход. Отметим, такие классы функционируют уже в некоторых школах республики. В этом классе вас будут учить по зам сельского хозяйства, чтобы вы на ранних этапах поняли, что проживая в сельской республике, живя на селе, чтобы вы могли сориентироваться, выбрать в том числе в качестве будущей профессии специальности аграрного направления. Нам сегодня нужны специалисты, нам нужны сегодня подготовленные профессионалы. Я горжусь, что учился так же, как и вы, в Чапаевской средней школе. Всероссийские соревнования по дрон-рейсингу прошли в Дербенте на стадионе на рынке «Алла» ко дню единства народов Дагестана. Участие приняли ребята из Москвы, Татарстана, Белгородской и Ростовской областей. Все боролись за победу. Несмотря на сложность игры, победителем стала команда из Москвы. Город Кизелюрд стал главным объектом посещения верующих со всего Дагестана и не только. В этот месяц, Раби-Уль-Ауаль, здесь несколько дней будет проходить выставка священных реликвий пророка Мухаммада «Мир и благословение Всевышнего». Это события, которые верующие ждут с нетерпением каждый год. Такие уважаемые жители города Кизелюрдской войны, я вас призываю, это неописуемо, пока своими глазами это все не увидят, это просто непередаваемо словами. Вот те, которые говорят про ислам негативно, вот пускай приходят сюда и смотрят, вникают в ту атмосферу, простоту вещей и элементарного человеческого быта. Как будто побывал с самим пророком, увидел пророка Мухаммада, увидел волосы, увидел быть, как жил пророк. Ты понимаешь, обстановка максимально приближена. Вот огромное благодарность нашему муфтию. Вот для нас он старший. Вот для нас он старший, потому что человек, который здесь живет, здесь похоронены его предки, за нас переживает, за нас думает, объединяет нас. Поэтому вот такое благо нам сегодня дал. Вот огромное благодарность ему от людей, от всего города, от всего района. На выставке представлены личные вещи пророка Мухаммада, мир и благословения Всевышнего, а также его сподвижников. А также предметы из Каабы и раузы пророка, мир и благословения. Но самое главное, у нас вновь появилась возможность увидеть благословенный волос посланника Всевышнего. Посещение этой выставки – это не просто любование экспонатами. Это соприкосновение с благодатью и святостью. Пришедшие сюда воспринимают происходящее как подарок для них. Увидеть воочию волос пророка Мухаммада, мир и благословения – это больше, чем просто радость. Это истинное счастье для всех. Каждый раз, когда реликвии проезжали мимо нас, город Хасавюрт, Казвековский район, Дылым, Хасавюртовский район, Куруш, мы всегда выходили на дорогу и с такой жаждой, с трепетом провожали реликвии. Но, аль-хамдул-ля, сегодня посчастливилось нам именно встретить частицу нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, реликвии других сподвижников, разлиллаху ангум, именно в нашем городе. Это такое историческое событие, которое вряд ли может еще в жизни нашего города повториться. Для многих жителей Дагестана, особенно тех, кто столкнулся с трудностями в жизни, эта выставка словно бальзам для души. Люди заряжаются положительными эмоциями, просто глядя на эти святые реликвии. Для меня это очень большое событие, так как не часто увидишь реликвии пророка, не часто такие праздники происходят. Это очень большое и главное событие для меня. Такое, один раз в год, что ли, это сколько лет ждали вот такое событие. И видеть своими глазами эту очередь, аж сказать, словами передавать я не могу. Еще раз захотела я прийти, хоть в мои ноги, хоть, ахамдул-ля, все видела хорошо. Дай Бог вам всем здоровья, кто здесь работали, кто что сделали. Пусть Аллах, всем вам здоровья, что вы дали. Здесь собраны все вещи нашего любимого пророка Мухаммада. И я думаю, что каждый человек, который является мусульманином, мечтает увидеть эти вещи. Сюда приходят разные люди. Например, сегодня пришли молодожены. Свою семейную жизнь они решили начать, пастив это благодатное место. Для меня очень великий день, честно, потому что у меня свадьба сегодня, и такой день я начинаю. Первый шаг с этого. С словами это необъяснимо, пока человек сам это не ощутит. Как я скажу, я могу, например, рассказать про хач, поехал-приехал. Пока человек там не побоет, он не ощущает это. Стоит отметить, что выставку может постить любой желающий, даже приверженцы других религий. Память о Боге, почитание о Боге, это тот, что Бог должен быть в центре жизни человека. И, конечно, те вещи, которые способствуют возвращению памяти о Боге в наше сердце, они ведут их к добру и к нашему взаимопониманию и распространению добра и мира на земле. Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся ежегодно в святые месяца в Муфтиатом Республике, в разных городах и муниципалитетах Дагестана. Абдулла Алик, Шамир Хилиасулаев, Мухаммад Малачиев, телеканал ННТ, Кизельюрт. В селе Бишта Биштинского участка открылась новая мечеть. Ее назвали в честь Муфтия Дагестана шейха Ахмада Фанди. Культовое сооружение в живописном месте строилось около двух лет. Ее удалось воздвигнуть в первую очередь благодаря усилиям местных жителей. На открытие присутствовали духовный лидер республики, представители местной власти, общественники и сельчане. Вам огромное спасибо за то, что в течение двух лет такую огромную мечеть построили. Тем более, не имея одного конкретного спонсора. Торжественное мероприятие сопровождалось чтением Корана, мавлидами и выступлениями ученых-богословов. Также среди гостей были разыграны путевки на малый хадж Умра, а участникам проекта вручили благодарственные письма и памятные подарки. Визг шин и рев моторов – это чемпионат Дагестана по дрэгрейсингу или легальные гонки в пригороде Махачкалы. Вызов скорости и адреналина приняли около ста автолюбителей. Участники выявляли лучшего на прямой дистанции в 402 метра. Сейчас мы находимся на третьем этапе первого в истории чемпионата Дагестана по дрэгрейсингу. То есть какие-то гонки лет 12 назад, по-моему, были организованы. Как чемпионат, вот в три этапа, он организуется впервые. Мы это делаем, потому что любим машины, любим гонки, любим скорость. Мы стараемся это делать все легально для того, чтобы показать и посодействовать тому, чтобы это все происходило без угрозы безопасности для самих водителей. И, конечно же, чтобы не было угрозы безопасности окружающих людей, которым вообще это все неинтересно. Чемпионат собрал несколько сотен зрителей. На площадке авто разного вида, разного сегмента и доработок. Если одни приехали на спортивном автомобиле от производителя, то другие собрали из бюджетной малолитражки настоящего монстра. Показать свои силы на трассе приехали гонщики и из других регионов – Чечни, Краснодара и Ставропольского края. Захватывающая борьба за доли секунды и будущее чемпионства идет в каждом из классов. Если хочешь, заявляешь себя самым быстрым – вот чемпионат Республики Дайстан. Официально у тебя есть куба, грамота, ты внесен в реестр, и ты с собой никто не поспорит. А до тех пор это просто слова. Приезжайте сюда, гоняйте здесь, выплесните здесь свой пыл и покажите, на что способны. И потом уже со спокойной душой, уже разряжены, и вот езжайте на дороге общего пользования с соблюдением правил дороги. Соревнования мощных и быстрых машин поддержали в Effect Development. Компания активно участвует в социальных проектах Республики и понимает важность спорта в жизни жителей нашего региона. Отметим, что застройщик возводит многоквартирные дома в самом древнем городе России – Дербенте. А жилой комплекс «Гранатовый» впервые в истории Дагестана признан лучшим проектом комфорт-класса в Южном и Северокавказском федеральных округах. С Effect Development мы познакомились совсем недавно, и они нас нашли, не мы их. Случилось так, что, оказывается, Effect Development уже давно поддерживает проекты подобного рода. И сейчас они решили влиться в автоспорт. И мне понравилось очень, что помимо финансовой поддержки в Effect Development, я не знаю, можно об этом говорить или нет, но там есть ребята, которые сами занимаются автоспортом достаточно давно. Они и советом помогают, где как лучше что-то организовать, и финансово помогают. То есть, видите, много это все нужно организовать, нужно ребят довести, докормить. Для многих пилотов дрэк-рейсинг – лишь хобби. Здесь стоматолог по профессии Марат Макуев может проверить своего железного коня и получить заряд адреналина. На своей Toyota Mark II он стал первым в классе Fast Street B. Это, я думаю, у меня самая быстрая заднепривольная машина в России. Из гражданской. Это уже подтверждено на соревнованиях в Грозном. Да, тоже на официальных соревнованиях в Грозном было подтверждено. 10,4 – мое официальное время лучшее было. Японец праздновал победу и в самом престижном классе – Анлим Спорт. Лучший результат 9,4 секунды показал Абдурахман Нухулов. Его Тойота Чайзер в финале была быстрее Теслы. Победителей во всех классах ждали награды, но самое главное – для них не призы, а результат. Состязание для них – это возможность показать все, на что они способны.